До начала марафона секунды на низком старте десятки сотрудников нашей телерадиокомпании, журналисты, режиссёры, операторы. А вот есть ли тут контрастик немножечко добавить в правом верхнем углу? Здесь контраст нельзя добавить, только на пульте. Ну ладно. Ну и что, видно? Тогда? Мотор. Начали. Юра. Работаем, ребята. Начинаем. Итак, старт дан. В честь своего 20-летнего юбилея команда телерадиокомпании «Удмуртия» сегодня ровно в 9 утра начала необычный эфир. Сегодня у нас знаменательное событие. Сегодня наша компания проводит телерадиомарафон. И он длится у нас 12 часов. Сначала на радио, потом на телевидении. И наш зритель и наш слушатель будет иметь возможность всё это посмотреть именно в прямом эфире. К нам приходят гости, мы их принимаем. Мы, значит, они у нас в эфире. В течение дня в эфир выходят лучшие ведущие и любимые программы. Вместе с ними наши зрители и слушатели вспоминают, как всё начиналось. Мария Бочкарёва из деревни Старая Сальяки Ясовского района. Сегодня главная звезда программы «Кверампоте». Ещё пятилетней девочкой Маша снялась в одном из самых первых проектов «Моей Удмуртия». Это было 20 лет назад. Она вот сейчас уже такая красавица. 20 лет назад в их деревне снимался первый проект, телевизионный проект «Посредственно, мы живём». И вот сегодня с этой семьёгой жил один герой. Мы вспомнили, посидели, вспомнили. Я тогда ещё не понимала ничего, естественно. Но вот сейчас я смотрю и думаю, господи, какая я была смелая на камеру. Я ничего не боялась. Не боялись телекамеры 16 лет назад и эти смелые девчушки. Две Маши Ефремова и Петрова из деревни Подшивалово Завьяловского района. Сегодня их музыкальный номер – украшение программы «Шудон Карка», как и много лет назад. Обе Маши также часть истории. В режиме «Нон-стоп» одна программа передаёт эстафету другой. В эфире спецвыпуски двух популярных телеигр. В семейном совете приняли участие руководитель Совета отцов Удмуртии Дмитрий Чистяков вместе со своей семьёй. И ведущая новостей Марина Симонова. В её команде её муж, ещё один ведущий Денис Епаров и четверо их детей. А в программе «Телеинквизиция» за победу боролась команда СМИ во главе с руководителем агентства печати и массовой коммуникации Удмуртии Александром Валовым. Ей противостояла сборная работников культуры. Наша команда называется «Кульминация». О, потрясающе. Да, и я фея праздников. Зовут меня Евгения Сантакова. Рядом со мной два рыцаря. Рыцари, которые делают культуру в этой республике. Представляетесь? Меня зовут Игорь Мальцев. Я директор государственного театра «Кукол» Удмуртской республики. И Алексей Фомин, директор Удмуртской филармонии. В прямом эфире было сегодня и много поздравлений от наших коллег со всей страны. Самым первым, естественно, на связь вышел Первый канал. За эти 20 лет вам удалось не только родиться и выжить, но и выйти за горизонт событий одного из субъектов Российской Федерации. Стать крупнейшим медиахолдингом Приволжского федерального округа. Заслужить признание академиков ТЭФИ и, главное, завоевать любовь и уважение миллионов телезрителей и слушателей. Наш телерадиомарафон продолжается и в эти минуты. Впереди для зрителей и слушателей еще немало сюрпризов. Дмитрий Барановнин, Юрий Зелененький. Новости.